С вами Николай Пименко в проекте Даты. Сегодня 15 ноября. Всероссийский день призывника. Утвержден в 1992 году в целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи. День призывника отмечается ежегодно. Также сегодня день создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России. Ну а теперь о родившихся. 1738 год. В этот мир приходит Кулон Шарль, французский инженер и физик, один из основателей электростатики. Он исследовал деформацию кручения нитей, установил ее законы, изобрел крутильные весы, открыл основной закон электростатики, установил законы сухого трения. В 1738 году рождается Уильям Фридрих Вильгельм Гершель, английский астроном и оптик. Именно ему принадлежит первенство в открытии Урана, двух его спутников, Аберона и Титании, спутников Сатурна. Обнаружил он также движение Солнечной системы в пространстве. А в 1800 году родился Павел Мачалов, актер, крупнейший представитель романтизма в Русском театре. Прославился в трагедиях Уильяма Шекспира Гамлет прежде всего. 1922 год. Игорь Стечкин приходит в этот мир. Советский российский конструктор стрелкового оружия. Работал в Тульском конструкторском бюро. 1945 год. Ани Фрид Лингстед, шведская певица немецко-норвежского происхождения, приходит в этот мир. Получила известность как солистка группы Абба. А с 1992 года, после замужества, она принцесса Ани Фрид Рейс фон Пауэн. Событие дня. 1774 год. В Москву в железной клетке доставлен Емельян Пугачев. Восстание под предводительством донского казака затронуло все по Волжье и Урал. Для монархии Екатерины II Пугачев, выдававший себя за покойного императора Петра III, представлял серьезную опасность. Его предают казацкие полковники, которые решили в обмен на Пугачева получить от правительства помилование. Утром 15 ноября конвойная команда доставила Пугачева в Москву, где он был помещен в подвале здания Монетного двора у Воскресенских ворот Китай-города. 31 декабря проходит суд, который приговорил бунтовщика к смертной казни. 1812 год. Спустя 20 дней после того, как французы оставили Москву, император Александр I обращается к народу с высочайшим благодарственным манифестом об изъявлении народу благодарности за спасение Отечества, в котором, в частности, говорилось всем нашим верноподданным, яко истинным сынам России, почитаем за долг и обязанность всем нашим всенародным объявлениям изъявить пред целым светом благодарность нашу и отдать должную справедливость храброму, верному и благочестивому народу российскому. 1893 год. Умирает Петр Ильичиковский, композитор. Официальная версия, она объявлена братом Модестом, он стал жертвой эпидемии холеры в Москве, неосмотрительно выпив стакан некипяченной воды. Но уже тогда ходили слухи, что композитор якобы покончил с собой. Связывали это с холодным приемом публикой последнего произведения Чайковского. Это шестая симфония, она наименование получила патетическое. Сам он дирижировал во время ее премьеры, за несколько дней до смерти. По полученным не так давно свидетельством, причиной возможного самоубийства композитора было желание избежать скандала из-за связи Чайковского с родственником императорской семьи. И если бы скандал разразился, то, как думал Чайковский, его ждали лишения всех прав, ссылка в Сибирь. Ну а государь же, узнав о причине смерти композитора, уж не знаю какой, прослезился и молвил, герцогов у нас много, а Чайковский был один. 1901 год. Американский инженер Миллер Рис Хатчинсон запатентовал электрический слуховой аппарат. Прибор состоял из большой коробки для батареи размером с переносной радиоприемник и наушника, который напоминал телефонный. Его держали возле уха. Одной из первых им стала пользоваться супруга английского короля Эдуарда VII Александра, с детства страдавшей глухотой. 1904 год. Американец Кинг Кэмп Жилет патентует бритвенный станок со сменными лезвиями. Трудное было дело. Сегодня такие станки используются во всем мире, порядка 600 миллионов штук в день. Однажды босс Кинга порекомендовал ему создать товар, который можно было бы использовать всего один раз. Во время бритья Жилет порезался тупой бритвой. И идея, что называется, пришла сама собой. Полгода у него ушло на то, чтобы, ну, придумать прототип. Однако результат никак не оправдывал его ожидания. Бриться этим прототипом было нельзя. С помощью молодого инженера Уильяма Никерсона пришло решение сделать материал слоистой структуры. Более твердые слои стали снаружи и мягкой меди внутри. А в самой середине этого своеобразного сэндвича тонкий слой режущей стали. То есть само лезвие. Тогда его можно было нагревать и охлаждать без деформации. Результат. Лезвие достаточно тонкое для бритвы, прочное для заточки и дешевое, подходящее для массового производства. 1988 год. Состоялся первый, к сожалению, последний еще беспилотный, но исключительно удачный полет отечественного космического корабля многоразового использования «Буран». Грузоподъемностью 30 тонн и стоимостью свыше 20 миллиардов рублей в ценах 80-х годов. При средней зарплате 150-160 рублей. Корабль был построен научно-производственным объединением «Молния», а запущен сверхмощной ракетой «Энергия». Одна из моделей «Бурана» используется в настоящее время в качестве развлекательного комплекса, который находится сейчас на ВДНХ. А когда-то этот «Буран» ненастоящий, стоял в Московском Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. В ночь с 15 на 16 ноября 1996 года в городе Каспийске взорван дом, в котором жили семьи российских пограничников из Каспийского особого погранотряда, отдельной авиационной эскадрильи и оперативно-войскового отдела «Махачкала» Кавказского особого пограничного округа. В зону разрушения попадает 41 квартира, где проживали 95 человек. В результате теракта гибнут 68 человек, в том числе 20 детей. Многие семьи остались без крова. Вказанием помощи пострадавшим занимаются МЧС и ФПС. Событие дня 1933 год. Не машина, а черт с рогами, пошутил кто-то из правительственной комиссии. Чудо-технику пристально осмотрели, подивились, переглянулись и, что называется, дали государственное добро. И через 10 дней по ленинградскому шоссе Москвы полетела невиданная доселе машина с труднопроизносимым нерусским названием троллейбус. Кузов у него был деревянный, двери открывались руками. Ровно в 11 утра из гаража в селе Всехсвятском, впоследствии первый троллейбусный парк в Головановском переулке, вышел в рейс тот самый один из двух изготовленных тому времени троллейбусов марки ЛК-1. ЛК – это инициалы первого секретаря Московского комитета партии того времени Лазаря Кагановича. Кстати, и метро носило его имя. Он поехал по первой линии от Белорусско-Балтийского вокзала по Ленинградскому и Волоколамскому шоссе до моста окружной железной дороги. К концу 1934 года по столице курсирует уже 11 троллейбусов и к маршруту номер один добавляется маршрут номер два. Троллейбусы были синего цвета, с кремово-желтой полосой сверху, ярко-желтой внизу. К началу 21-го столетия московская троллейбусная сеть стала самой протяженной в мире. Кстати, водители самых первых троллейбусов считались первыми столичными франтами, потому как одевались в умопомрачительные по тем временам двубортные тужурки из матросской фланели паровального синего цвета. Ну а 2020 год стал для Москвы годом прощания с рогатыми машинами. 24 августа прекратили работу троллейбусы, которые ездили по столице почти 90 лет. В знак уважения к ним власти все-таки решили навсегда оставить только один рабочий троллейбусный маршрут от Комсомольской площади до Новой Рязанской улицы. По нему будут ходить два ретро-троллейбуса. А ведь сколько было связано с этими рогатыми машинами. С вами был Николай Певненко в проекте Дата.